Шалом! Я рад продолжить вместе с вами изучение темы «Жизни от всего сердца». И это будет тема нашего сегодняшнего занятия всем сердцем вашим. Не так давно я присутствовал на скрипичном концерте, где играла моя внучка. Я слежу за ее музыкальной карьерой, со свойственной всем дедушкам и бабушкам гордостью. Но на сей раз, хотя я и был впечатлен ее игрой на скрипке, там была и другая девушка, на несколько лет старше. Ее игра на самом деле касалась меня. Ей было на вид лет 14. Ее техника игры была просто безупречной, что обычно и требуют в музыкальной школе, где учатся обе мои внучки. Но эта девочка не упустила ни одной ноты. Интонирование было невероятным, чего непросто добиться на скрипке. Но на самом деле, мое внимание захватила не ее техника, а ее страсть. Эта девочка играла от всего сердца. Ее тело раскачивалось в такт музыки, выражая звуки, исходившие из струн. Ее смычок, казалось, протекал по струнам с энергичностью и целеустремленностью. Это было невероятное переживание. Мне казалось, что исполнением этой юной девушки я оторван и унесен прочь от реальности в эмоциональное, ментальное пространство, где я мог еще больше отдаться переживаниям. И все потому, что она играла от всего сердца. И я хочу использовать этот мой опыт как точку отчета, от которой мы оттолкнемся в разговоре о том, что означает «жить от всего сердца». Только одна книга «Второзакония» использует это словосочетание не менее восьми раз. «Всем сердцем Бог призывает Израиль служить Господу, всем своим сердцем быть Ему послушным, всем сердцем искать Его». И обращаться к Богу всем сердцем своим. Тут, похоже, не остается места для религиозного формализма. Я не думаю, что Бог желает от нас отношений расчетливых, исходящих только от нашего разума. В то же время, я не думаю, что Его привлекают и люди, которые относятся к вере бессистемно, в стиле «и так сойдет». Не особо мне это как бы и важно, что я делаю, или где я принимаю участие. Идет ли речь о служениях в общине, или о служении в домашних группах, или, возможно, речь о постоянной молитве, о тех вещах, которые Бог хочет проговорить в нашу жизнь через изучение Писания. Конечно, все это является частью жизни, преисполненной страстью по Богу. Как мы говорили на последнем занятии, Ешо использовал метафору температур в книге Откровения, 3 главе. Он сказал, «Я знаю дела твои, знаю, что ты не холоден и не горяч. Лучше быть тебе либо холодным, либо горячим. Но так как ты только теплый, а не холодный и не горячий, я изрыгну тебя изо рта моего». Это достаточно жесткие слова, но они не оставляют сомнений по поводу божественного рецепта относительно того, что стоит пережить, что стоит впускать в свои уста. Необходим огонь, огонь в сердце по отношению к Богу. Он также говорит, интересно, в другом месте, во вводных главах книги Откровения, к эфистской общине, и обличает их в том, что они потеряли свою первую любовь. Это то, что мы называем оледенением сердца. Я помню еще одно место в Писании, где Ешо говорит о последнем времени, ведущем к его возвращению, и он говорит там «во многих охладеет любовь». Я думаю, что когда мы имеем дело с фактором сердца, с состоянием сердца, наши взаимоотношения от сердца к сердцу с Богом приобретают решающее значение по мере приближения второго пришествия Господнего нашей финишной прямой посреднего времени, времени поворотной точки, где наше сердце. Если наше сердце бьется недостаточно сильно для Бога, если мы не преисполнены любовью, я думаю, мы просто будем извергнуты прочь, мы не будем достаточно вовлечены в дело Божье, достаточно экипированы, необходимым для того, чтобы преодолеть это последнее время, к чему, собственно, и призваны верующие. Обращаясь к позитивной стороне вопроса, Бог хочет использовать нас в это время. Как Он может меня использовать, если мое сердце бьется не в одном ритме с Его? Как Он может использовать меня, если мое сердце теплое, недостаточно обеспокоенное судьбой людей? Это то, что беспокоит Бога, и нам необходимо разделить эту обеспокоенность с Ним. Что у нас есть? Насыщенность, концентрация, эта творческая страсть, как у той юной скрипачки, исключение нейтральности. Я не вправе оставаться нейтральным. Я не могу оставаться нейтральным. Я не усижу на скамейке запасных. Одна из моих любимых фраз — «В Царстве Божьем нет зрителей». Зритель — это значит, я могу наблюдать, сидя в удобном кресле, судя других, оценивая выступления других. Это, если можно так сказать, безучастность, отношение критика. Но Бог говорит мне, критики не нужны. Мне не нужны люди безучастные, отсиживающиеся на галерке. Я хочу тебя видеть на поле. Да, возможно, там будут тебя толкать, будут синяки, и, возможно, даже прольется кровь. Мне нравится цитата из Теодора Рузвельта, я не помню ее в точности, но я парафраз таков. Не критик получает награду, указывающий, где сильный споткнулся, или где тот, кто делает дело, мог бы справиться с ним лучше. Уважение достоин тот, кто сам стоит на арене, у кого лицо покрыто потом, кровью и грязью, кто отважно борется, кто совершает промахи и ошибки, потому что никакой труд не обходится без них. Регби, американский, европейский футбол, даже баскетбол, в том виде, какого он сейчас, контактные виды спорта, но, конечно, не в деле военных конфликтов. Так вот, там награда достается тем, кто в крови, в синяках, чьи конечности зачастую сломаны, но они сделали свое дело совершенно. Они осмелились выйти на поле, подвергнуть себя риску и травмам, и страданиям. И в этом отношении у нас есть абсолютный пример страсти сердца Иешуа. По сути, даже слово, которое описывает его страдания на кресте, так и звучит, страсти. Слово страсть по английском языке passion исходит от греческого слова пэфос. И пэфос — это глубокая эмоция, всепоглощающее чувство, нечто действующее с применением могучей, практически непреодолимой силы. И это были страсти сердца Божьего через Иешуа, которые влекли его к распятию, давали ему возможность подвергнуть себя тем ужасным мукам отвержения, унижения. И если я хочу понять, что это означает жить от всего моего сердца, мне достаточно лишь взглянуть на Иешуа Амашеха. И та любовь, которой Он возлюбил меня, это любовь страсти. Это не отвлеченная любовь, это не некая незаинтересованная, абстрактная любовь, это полностью увлеченная, вовлеченная во взаимоотношения любовь. Хорошую книгу написал мой друг Дэвид Харвуд, который рассказывает о невероятной любви Божьей. И в самой середине книги он говорит о неправильном понимании греческого слова «агапео», которое оказывается в греческом переводе еврейских писаний септуагенти, а на самом деле этот перевод был выполнен до времени «ешо», и слово «агаваа», которое в первую очередь еврейское слово, обозначающее любовь, и оно обычно используется для обозначения страсти, эмоций, увлеченности, приобретает вдруг перевод «агапе» в греческом варианте перевода Ветхого Завета, в греческом переводе еврейских писаний, что говорит нам о том, что суть слова «агапе», как нам зачастую его преподносят некая безусловная, безличная, абстрактная любовь, независящая от ценности объекта любви, смысл совершенно иной. Истоки Божьей любви, Божьего сердца находится в этом месте чувств, в месте сильного чувства, столь страстного, жаждущего дарить жизнь возлюбленным. По большому счету, это и есть суть Писания. Каковы качества любви? Мы знаем из 1 Коринфянам 13 главы книги Нового Завета, любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, потому что любовь не может потерпеть поражение. вот такое описание любви. Жалко, нет времени анализировать каждое слово, но каждый глагол в этом описании это действие любви и Бог сам по себе. Это любовь. Это значит, что все эти фразы являются описанием и Бога, а я бы сказал еще Божьего сердца. Божье сердце не превозносится, не ищет своего, но ищет благо остальным. Страсти Иешуа наиболее глубоко были выражены как раз таки через Его искупительную смерть. И когда Его спросили, какая наибольшая заповедь, Он ответил, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всей крепостью твоею. Это критерий жизни от всего сердца. И эти вещи, о которых мы говорим, интригуют меня, буквально заставляют исследовать их, потому что я хочу жить такой жизнью, для которой я был сотворен Богом. И если мы задумаемся об этом, Бог создал нас жить небезучастно, равнодушно, в полсилы, кстати, в английском это в полсердца. Вот еще одно выражение, в половину сердца. испытываю ли я эмоции в своей жизни, или я живу отстраненной жизнью? Если вы видите, что ваша жизнь такова, я призываю вас обратиться к Богу, всем сердцем вашим, прямо сейчас, сказать, «Господь, я чувствую себя отчужденным, безучастным, лишенным интереса в жизни, и я понимаю, что это неправильно». «Я хочу жить вовлеченным в то, чем живет твое сердце, всем моим сердцем». Так что, чтобы оказывать влияние на окружающих людей твоей любовью ради твоего блага, это наивысшее посвящение, которое мы можем сделать, позволить сердцу Божьему касаться других людей через наши сердца. Конечно, для этого требуется концентрация сердца, чтобы наш разум работал синхронно и согласованно с эмоциями, и тело было сбалансированным, все должно быть активным, направленным в одном векторе. Насколько привлекательна сама эта мысль обрести целостность в самом себе, синхронность с собственным сердцем? Это интересно, что один из критериев хорошего самочувствия – это наш пульс, сердцебиение. Я могу поместить свой палец на запястье и ощутить биение своего сердца. Если я не могу нащупать пульс, то это серьезная проблема. Но вот я чувствую, как оно бьется. Во время измерения давления мы получаем не только данные о самом давлении, но и чистоту сердцебиения. Соответствует ли оно нормам здоровья? И я бы сказал, что этот образ может быть легко перенесен и в духовную реальность. Я хочу стремиться к жизни с посвящением. Хочу прожить особенную жизнь, сфокусированную на сердце Божьем. Это то, что говорится о великих героях Библии. Их жизни были посвящены полностью. То, что мы видим в главе 12 послания евреям о героях веры, возвращаясь к тому, что говорится о Давиде, человеке по сердцу Божьему, человеке, который жил от всего сердца, отдал все свое сердце тому, что он делал. Однажды я тоже пережил нечто такое, что потребовало отклика всех качеств моего сердца. Это было так. Когда я еще был подростком, я начал играть на барабанах. В школе я встретил одного саксофониста. Он был замечательным человеком. Его называли Кроха, что, конечно, было шуткой, ведь он был огромных размеров. Большой, высокий детина, очень громоздкий, который играл на саксофоне Альте, но делал это до сумасшествия круто. Я бы даже причислил его к профессиональному джаз-бенду. И это была моя любимая музыка, игра джаз. И вот мы с ним приступили к работе над одной композицией известного джазового композитора и пианиста Дэйва Брубеккена, песня «Дай пять». Она была известна среди фанатов джаза. Эта песня интригующая, она содержит особенные ритмы, свой почерк. Мы слушали ее вновь и вновь, пытались разучить все соло нашей маленькой командой. И вот нас однажды как команду пригласили играть музыку для молодежи, только нас двоих, Кроху на саксе и меня на ударных. Кто знает, что они думали, когда приглашали нас о том, справимся ли мы вдвоем, вдохновим ли и развлечем этих ребят. Но как бы то ни было, мы исполнили пару номеров и подошли к исполнению «Дай пять». Мы начали ее играть, увлеклись ею, и то, что произошло дальше, было не запланировано вовсе. Мы просто растворились в этой песне. Мы просто не могли остановиться ни пять, десять, пятнадцать минут, а полчаса мы играли без остановки. Это было невероятное, необычное действие. со всего двумя музыкантами. Это просто нечто, но это было от всего нашего сердца. И когда я думаю об этой фразе всем своим сердцем, интересно, что оба эти примера, которые мы вспоминали, имеют отношение к музыке. Я думаю, не случайно именно к музыке. Не напрасно это имеет отношение к игре на инструментах, посвящению себя мелодии, созданию ритма, музыки, словам, если это песня. Это все может создать некое место единения между музыкантами. И конечно, если речь идет о музыке поклонения и хвалы, это место единства с Господом. То, что является и сегодня моим самым любимым занятием поклоняться Богу с остальными, используя музыкальные инструменты. Я никогда не забуду это переживание страсти, это переживание музыки, что играется от всего сердца, то, что было тогда с крохой. Так что Бог хочет, чтобы мы активно принимали участие. Это Его божественный рецепт красивой жизни, стоящей жизни, жизни, которую стоит прожить. Я также помню слова апостола Петра, когда он говорит о том, что пережил кораблекрушение, был избиваем, переносил страдания и был убиваем, и все это отражает посвящение и жизненную позицию человека, его души. Его ничто не могло остановить в служении Божьим целям. Это то, что я бы хотел прожить. То, как я желал бы прожить жизнь и вам, чтобы ничто не помешало достичь Божьих целей. Печальная ситуация в нашей жизни, которую, я верю, мы можем преодолеть, это то, что в той эпохе, где мы с вами сейчас живем, те технологии, которые в одно и то же время позволяют мне обращаться к вам из студии в Хайфе, в то место, где бы вы ни находились, возможно, на другом конце земли, эти самые технологии также предают нас, мешают жить от всего сердца. Я сейчас объясню, почему. Из-за постоянного взаимодействия посредством подобного устройства мы постоянно пишем сообщения и письма, смотрим что-либо на YouTube мы взаимодействуем с экраном. Конечно, это чудесное, невероятное, замечательное устройство, но оно может способствовать падению наших сердец, потому что там зачастую под маской вовлеченности нет настоящего участия. Обмениваясь текстом или отправляя пост в Facebook, каким бы ни был формат, я устанавливаю взаимоотношения с кем-то, могу решать с ним дела, развивать эти взаимоотношения. Я не могу назвать это бесполезным, у меня есть это устройство, и я его использую каждый день, но я пытаюсь сказать, что то, что мы делаем, оно может стать помехой, ведь это ложь, считать, что, наблюдая за жизнью других людей, мы принимаем в ней участие. Жить от всего сердца требует того, чтобы вы жили в плоскости человеческих взаимоотношений, откладывая это в сторону, смотря на другого человека, соприкасаясь взглядами, говоря по душам от сердца к сердцу, физически присутствуя там с другими людьми, а не виртуально с каким-либо фейстайм, лишь отражением истинного образа. Конечно, если вы на другом конце мира, и у вас нет иной возможности, то это прекрасная возможность оставаться на связи с родственниками. Я не отвергаю ее полностью, но хочу сказать, что это может помешать настоящей реальности жизни всем сердцем. И я верю, что мы призваны к настоящему общению, и мы можем быть вполне настойчивы в просьбах Богу помочь нам в этом. Молиться отче, я хочу жить от всего сердца, жить всем сердцем, научи меня. Что это значит? Слово твое говорит, что ты научишь, и я прошу, чтобы ты научил меня, как я могу стать человеком, живущим от всего сердца. Мессианский центр, возвращенный на Сион, из Израиля, ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-defis-media.tv Сиона. Сиона. Сиона.